Автовладельцам в помощь в Алматы заработала платная система парковок, отпуск по-казахстански, сколько стоит отдых на отечественных курортах и кто может рассчитывать на досрочное снятие средств с пенсионных счетов. В Алматы заработала единая система парковок. Аким Алматы Бауржан Байбек ознакомился с данным проектом. Градоначальник осмотрел Центр управления системой. Кроме того, посетил пилотную зону платной парковки, которая находится в районе Зеленого базара по улице Зинкова между улицами Жебек-Жолы и Макатаева. В ходе мероприятия глава города отметил высокий уровень подготовки проекта, который учитывает опыт крупных городов мира, где система платных парковок применяется для упорядочения стоянок автотранспорта, эффективного использования городской территории и создания комфортных условий для жителей. Основная цель платных парковок – снижение нагрузки на улично-дорожную сеть. Деньги, полученные от проекта, будут направлены на развитие транспортной системы города, сказал Бауржан Байбек. Пилотная зона парковочного пространства обустроена 61 парковочным местом с диагональной разметкой, дорожными знаками, информационными щитами и современными паркоматами, работающими на солнечных батареях. Управление парковочным пространством осуществляется с помощью единой централизованной системы, охватывающей как сами парковки, так и систему организации движения, взаимодействия с общественным транспортом и службами эвакуации автомобилей. Каждые 15 минут пилотную зону платной парковки обходят пешие инспекторы Алматы спецтехпаркинг-сервис с устройством автоматического персонального комплекса фотофиксации. Припаркованные машины фотографируются с целью фиксации фактов размещения транспортных средств в зоне платной парковки. Информация с терминалов ТО Алматы спецтехпаркинг-сервис поступает в Центр оперативного управления ДВД города. Стоимость часа платной парковки составляет 100 тенге. Первые 15 минут парковки бесплатно. Плата производится по предоплате до начала парковочной сессии. Оплатить парковку необходимо в течение 15 минут с момента остановки. Другим новостям проведен сравнительный анализ стоимости отдыха на казахстанских курортах. Крыша выяснила, во сколько может обойтись отпуск на Алаколе, Балхаше, Копчегае в Боровом. Так, на Алаколе отдых двух взрослых с проездом, но без питания на 5 дней в июле от турфирмы в среднем может обойтись от 62 тысяч до 110 тысяч тенге. Многие базы отдыха здесь предлагают номера без питания или двухразово. Их стоимость может начинаться от 2 тысяч тенге с человека на день. На Балхаше 5-дневный отдых на двух человек в июле от турфирмы в среднем обойдется в 72 тысячи тенге с учетом проезда 92 тысячи тенге. Большинство турфирм Алматы реализуют путевки только с проживанием и проездом. За питание расплачиваются на месте. Отдых на Копчегае, турфирм в молодежных и семейных номерах и бунгало может обойтись от 4 тысяч до 7 тысяч тенге с человека в сутки. На базах отдыха до 10 тысяч тенге. Аренда отдельных домиков от 48 тысяч до 60 тысяч тенге на 6-8 человек. В эту плату включено пользование телевизором, караоке, DVD, холодильником, газовой плитой, микроволновкой и посудой всеми коммуникациями. В Боровом пятидневный отдых на двоих в июле от турфирм с проживанием и питанием обойдется в 95 тысяч тенге. С проездом на поезде 127 тысяч тенге. Турфирмы Алматы не предоставляют автобусы до Борового. Это направление не популярно. Большое количество отдыхающих приезжает из России, поэтому цены во многих местах отдыха указываются и в российских рублях. И традиционно данные от аналитических служб производства и распределения газа возросло на 86,4% до 67 миллиардов тенге. Запуск участка Бейнеубазои и магистрального газопровода Бейнеубазои-Шумкент позволил увеличить показатели по Мангуставской области сразу в 10 раз. При этом тарифы на природный газ, транспортируемый по распределительным сетям, выросли на 16,7%, нажиженный на 3,4%. Объемы производства и распределения газообразного топлива за январь-май составили 66 миллиардов 900 миллионов тенге против 35 миллиардов 900 миллионов тенге в аналогичном периоде прошлого года. В многолетней динамике ускорение темпов роста в секторе наблюдается с 2012 года. По итогам 2015 года объемы производства в стоимостном выражении выросли к 2014 сразу почти в полтора раза на 46,8%. Показатели 2014 года обогнали 2013 на 33,7%. К концу прошлого года было госифицировано 926 населенных пунктов, из них природным газом 914 пунктов и 12 с жиженным газом. Наибольший прирост отмечен в Мангуставской области сразу на 11 миллиардов 100 миллионов тенге. На втором месте по приросту Алматы плюс 10 миллиардов 200 миллионов тенге. Далее Западно-Казахстанская область плюс 3 миллиарда 800 миллионов тенге и Актюбинская область, в которой расположен населенный пункт Базой плюс 3 миллиарда 100 миллионов тенге. Пенсионные накопления казахстанцев должны инвестироваться в конкурентной среде. Такого мнения придерживается председатель правления компании Central Security Сталгат Камаров. Специалист, знающий толк в инвестициях разного порода, прокомментировал новые инициативы Национального банка, озвученные его руководителем Даниэром Акишевым. А именно, речь идет о решении перераспределить инвестирование пенсионных активов и разрешить казахстанцам досрочно снимать свои накопления. Все подробности в материале. Решение перераспределить инвестирование пенсионных активов казахстанцев, в частности вложить 400 миллиардов тенге из ЕНП в ценные бумаги холдингов и национальных компаний, глава Central Security объясняет просто. Нацкомпаниям нужны деньги. И в этом нет ничего критичного, так же, как и мало позитивных моментов. Такой ход эксперт называет, в принципе, безболезненным, но с небольшими последствиями. В Национальный банк поступила заявка на эту сумму. С одной стороны, сейчас нет другой альтернативы, более надежных цен на бумаг, куда можно было бы вложить по рыночным ставкам. С другой стороны, есть негативный момент, связанный с тем, что Национальный банк одновременно является регулятором рынка, а с другой стороны является управляющим активами национального пенсионного фонда. Соответственно, формирование ставки, по которым будет размещение пенсионных денег, оно будет иметь несколько субъективный характер. К тренду, который сегодня активно обсуждается казахстанцами, о возможности досрочного снятия средств со счетов ЕНПФ, Талгат Камаров относится с одобрением. Но при этом не забывает напомнить, такое послабление, скорее всего, коснется только тех, кто сумел накопить на своих счетах весьма солидные суммы. Данный вопрос, наверное, касается только той части вкладчиков, у которых достаточно сбережений для того, чтобы позволить себе частично изымать пенсионные накопления. Это небольшая доля казахстанцев, то есть это несколько процентов возможно. То есть здесь понятно, что вопрос вызвало большой ажиотаж и большой интерес у публики. Критикуя Талгат Камаров при этом предлагает свое видение правильного инвестирования пенсионных накоплений казахстанцев. По его мнению, главными условиями, при которых возможно грамотное вложение средств в ЕНПФ, должны стать сохранение пенсионных денег, защита от инфляционных тенденций, максимальная защита от рыночных и других колебаний. Другими словами, должно быть рыночное управление или конкуренция на рынке управляющих пенсионными активами, где могут работать и Нацбанк, и Единый накопительный пенсионный фонд, и те участники рынка, которые собираются управлять активами пенсионного фонда. К новостям валютного рынка. По информации Касси, официальный курс на 27 июня составляет 339 тенге 38 тен за доллар. Исходя из действующего порядка определения официального курса, 28 июня он составит 339 тенге 10 тен за доллар. По европейской валюте сделок совершено не было, и евро торгуется на уровне 383 тенге 30 тен. Российский рубль немного окреп и фиксируется на показателе в среднем 5 тенге. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, вы смотрите «Деловое время». Не так давно президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты прав потребителей. Правозащитники с удовольствием разъясняли СМИ, как теперь закон защищает покупателей от разного рода уловок со стороны продавцов или целых компаний. А между тем, торговые предприятия тоже нуждаются в защите. На фоне августовской девальвации ритейлеры не раз заявляли о проблемах, с которыми столкнулись участники рынка. Каково положение дел в сегменте сегодня и какие задачи в ближайшей перспективе стоят перед профильной ассоциацией? Об этом мы поговорим с нашим гостем. Я рада представить вам исполнительного директора ассоциации торговых предприятий Казахстана Ермека Рахметова. Ермек Нуржанович, я приветствую вас в нашей студии. Прежде чем мы начнем разговор, позвольте поблагодарить за ваше деловое время, которое вы уделили нашему эфиру. Сразу хочу спросить о роли ассоциаций, которые вы сегодня представляете в развитии данного рынка. Давайте поговорим об этом. Насколько я знаю, на сегодняшний день ассоциация включает порядка 40 юридических лиц. Вот ваша оценка, это много или мало? Да, вы правы. На самом деле мы проводим очень активную работу по защите прав и интересов всех торговых предприятий в Казахстане. Мы находим, что торговля является одной из приоритетных отраслей, хотя она, скажем так, не получает должного внимания со стороны правительства, со стороны исполнительных органов. 40 предприятий, которые мы считаем своими постоянными членами, это в основном крупнейшие налогоплательщики в регионах, в городе Алматы в том числе. Такие компании табачных производителей, такие компании региональные, как ТПК Дина, Семей базара, во всех регионах мы представлены абсолютно, в том числе в Астане, большой рынок Биг Шанхай, компания Нурберики. Мы все работаем над тем, чтобы торговля протекала без, так сказать, ущерба самому торговому процессу. Как мы знаем, многие инициативы, в том числе законодательные, имеют некоторую подоплеку ограничений, большего контроля и так далее. Те моменты, где контроль переходит в ограничения, когда мы создаем барьеры для развития торговли, здесь вступает наша ассоциация, мы выходим с разъяснениями и в профильные министерства, те, которые инициируют этот законопроект или постановление, или же в парламент, или же мы работаем непосредственно с Национальной палатой Томикен, для разрешения тех или иных вопросов. О каких ограничениях чаще всего идет речь? Вы знаете, скажем так, мы ориентируемся на международный опыт, как обычно. Мы берем лучшие примеры из-за рубежа и пытаемся имплементировать их здесь, в Казахстане. Взять, например, закон о ветеринарии. В 2003 году было принято постановление, правительство инициированное нашей ассоциацией, о передаче ветеринарных лабораторий в конкурентное поле. То есть это должно было... Мы изъяли, скажем так, из государства эту функцию и передали ее в бизнес. Почему? Потому что мы сразу же избавились от коррупционной составляющей. Мясо или какие-то те или иные продукты, животноводство, которые требовали определенного долгого срока экспертизы, они сразу же сократились. Увеличилось количество подач заявок на те или иные виды экспертиз. И в том числе увеличилось качество предоставляемых услуг. Ровно так же нашими усилиями мы взаимодействуем со всеми органами власти, со всеми министерствами, которые заинтересованы в стабильности цен на плодовочную продукцию. Как вы правильно сказали, согласно всем указаниям, в том числе президента Казахстана, по обеспечению и насыщению внутреннего рынка плодовочной продукции, продовольствием. Мы работаем в этом направлении довольно успешно уже на протяжении 10 лет. И сегодня мы уже можем видеть, какие результаты приводят к этому, к тому, что у нас начинается развиваться наше животноводство, начинает развиваться наш агросектор. Сегодня мы уже выбираем, так сказать, из не только там турецкие, скажем так, или крыговские помидоры, появляются и наши продукции, что нас несомненно радует. Вы говорите сейчас больше о том, что вы планируете сделать, то, что может быть сделано, какой-то положительный эффект. А я больше, вот меня в данном случае интересуют, может быть, какие-то проблемные вопросы. То есть, что, какие задачи на сегодняшний день стоят перед ассоциацией, которые вы должны решить во благо развития данного рынка? Глобальная задача, которую мы сейчас преследуем, это создание отдельного министерства торговли. Это очень глобальная задача. Это глобальная задача, да. Мы стараемся ее достичь. Почему? Потому что, не обращая внимания на торговлю, как на, не то что на точку роста, торговля это целая площадка, стартовая площадка, масштабная отрасль, которая должна реализовывать свой потенциал. Учитывая наше транзитное положение, о чем говорит президент, учитывая наши возможности, учитывая наш менталитет, мы должны сохранять и развивать темпы торговли непосредственно как внутри страны, так и в рамках таможенного союза и внешней торговли. Так, ну а как ведется работа в этом направлении? Насколько успешно получается? Буду откровенен. Есть определенные барьеры, потому что сейчас в рамках экономии, в рамках пересмотра концепции, в рамках ограничения некоторых деятельностей в плане точки зрения непрерывистых организаций, мы немножко сбавили обороты. То есть сейчас мы непосредственно работаем в плотном взаимодействии с НПП Атамикен. У нас есть секретариат торговли, которому мы направляем те или иные предложения, где мы говорим о том, что, допустим, та или иная инициатива касательно, допустим, нового законодательства регулирования налогового кодекса, таможенного кодекса. Мы обязательно обращаемся и говорим, ребята, здесь не стоит торопиться, здесь не стоит торопиться. Потому что все-таки, допустим, наша ассоциация, мы представляем интересы 746 рынков, которые сейчас зарегистрированы в Казахстане на январе этого года. На этих предприятиях 746 рынков торгуют около 180 тысяч человек. То есть эта отрасль, она не только, скажем так, значимая экономически, но это еще и значимая социальная отрасль. Поэтому мы должны понимать, что любая инициатива, новшество, нововведение, она может так или иначе отразиться на этом крупном сегменте жителей нашей страны. Здесь нужно быть очень осторожным. То есть мы не придерживаемся той точки зрения, чтобы быть абсолютно категоричными. Мы идем в рамках диалога со всеми, допустим, будь то Министерством индустрии торговли или, допустим, Министерстве инвестиций и развития. Все, кто к нам обращается за диалогом, все, кто к нам обращается за помощью, получают ее абсолютно. Выведение вашей отрасли в отдельные министерства, насколько я знаю, такой опыт есть у России, по-моему. То есть вы изучали какой-то международный опыт? Да, это всемирный международный опыт. То есть как только страна понимает, что на самом деле на торговле можно, так сказать, пополнять казну, бюджет и обеспечивать социальные блага для своих граждан, то сразу же принимается решение о выделении отдельного министерства. Потому что, допустим, как сейчас мы зайдем на сайт, допустим, Министерства экономики и развития, мы увидим, что очень много программ, включая доступное жилье, допустим, профилактика правонарушений среди правоохранительных органов, различные социальные программы, которые фактически как бы с торговлей не коррелируются. И, соответственно, внимание от этих проблем торговли, оно тоже размывается. Если у нас будет отдельное министерство, которое будет конкретно заниматься внутренней торговлей и политикой, внешней торговлей и, соответственно, политикой продвижения наших товаров, то тогда, возможно, все наши инструменты, которые были созданы за это время, как то Казнекс Инвест и так далее, они будут работать более эффективно. И на самом деле мы разбудим наших ребят, наших предпринимателей к тому, чтобы они экспортировали, чтобы они повышали уровень сервиса, уровень качества своих товаров и продуктов. И так мы будем стимулировать экспорт. Отлично. Ну а как в целом на сегодняшний день чувствуют себя рынок? Как чувствуют себя участники рынка? Я почему спрашиваю? Потому что совсем недавно, относительно недавно был поток буквально новостей о том, что в некоторых ТРЦ ритейлеры вошли в определенный конфликт с владельцами арендных площадей. И, насколько я знаю, вопрос в итоге был решен положительно для обеих сторон. И овцы целы, и волки сыты оказались. Вот на сегодняшний день какая ситуация в целом по арендным площадям? Согласно нашей информации, которую мы располагаем, управляющие компании несут определенные убытки. То есть, да, государство попросило их синдексировать, зафиксировать ставки в тенге, где-то привязаться, допустим, к обороту. Есть определенные проблемы. И я считаю, что эти проблемы будут идти ровно до тех пор, пока не поменяется видение самих управленцев, как нужно предоставлять аренду. А как нужно предоставлять аренду? На примере Апорта. Почему Апорт сегодня успешен? Потому что во всех торговых разнообразных центрах, скажем, по Алмате, если будем ориентироваться, везде у них идет привязка непосредственно к доллару, скажем так, или какая-то фиксированная цена. И она не зависит от того, какой поток проходит через ворота ТРЦ. В Апорте же они сделали как раз-таки привязку к потоку. То есть, во-первых, у них дифференцированная оплата, и они фактически продают поток. То есть они говорят арендатору, ты приходишь к нам, будешь платить тогда, когда ты увидишь тот поток, который тебе нужен. Именно поэтому все самые, скажем так, успешные на сегодня ритейл-бренды, они заходят через Апорт, потому что это удобнее. Те же самые LCO, IKIKI, Kira Pластинина и так далее, и так далее, они все заходят через Апорт, потому что очень удобные условия аренды. Вы имеете в виду поток посетителей? Да, но вот здесь вот тоже какая-то некая дискриминация, на мой взгляд, потому что в Апорте в основном поток не такой же большой, как в центре города, в той же Меге, к примеру. Она находится на удалении, за счет того города. Здесь я с вами поспорю, на самом деле поток у Апорта очень большой. Во-первых, Апорт построен с продуманной инфраструктурой, касательно парковки, касательно попутных, допустим, развлекательных сервисов, которые он предоставляет. Более этого, ритейлеры, заходя через Апорт, они ставят более приемлемую низкую цену. А все-таки тоже как бы рост потока. Конечно, конечно. Это обеспечивает определенный интерес у потенциальных покупателей, прийти посмотреть, увидеть и купить. Все верно. Ну а в целом, вы не ответили на мой вопрос, как в целом чувствуют на сегодняшний день себя участники рынка по прошествию определенного времени, скоро будет год, как случилась девальвация августовская, как Тенге был отправлен в свободное плавание, как прошел этот год для рынка и что сегодня мы имеем? В целом мы падаем, значит, если говорить о ритейле непосредственно, да, то есть это включая фэшн ритейл и так далее, то здесь мы везде фиксируем падение. По сравнению, за период январь-апрель мы упали где-то на 2-3 процента, то есть это уже второй год у нас наблюдается падение. При этом розничная торговля, допустим, на базарах, она идет вверх или, по крайней мере, она где-то в районе допустимых погрешностей. А вот с чем вы это связываете? С тем, что на рынках отовариваться дешевле все-таки, да? Да, да. Во-первых, дешевле. Во-вторых, если, допустим, раньше мы ходили в торгово-развлекательный центр для того, чтобы что-то купить и получить сопутствующие услуги, то есть сейчас люди уже сфокусированы более, скажем так, четко на приобретении каких-то определенных товаров. Больше всего сейчас в доле у нас получается около 67 процентов это товары на народном потреблении, продовольствии. Остальное все это, скажем так, сопутствующее, да, все, что не особо важно. То есть сейчас люди хотят больше приобретать именно товар, но не услуги. Все понятно. Я в начале нашей с вами беседы уже обозначила такую тенденцию, что очень много экспертов сейчас выступают с какими-то разъяснениями о том, что будет ужесточаться контроль за соблюдением прав потребителей. Вот как данный документ, данные поправки, внесенные в документ, сказались или скажутся, может быть, на вашем сегменте? То есть ожидаете ли вы, что, ну, может быть, ряд каких-то проблем возникнет? В целом мы воспринимаем этот документ позитивно. Мы все-таки участвовали в его разработке. Участвовали, да? Да. Дело в том, что защита прав потребителей, она толкает производителя или продавца товара улучшать свой сервис и, соответственно, качество своих товаров. Сегодня мы научились различать, кто нам нравится, кто нам не нравится. Например, если нас неправильно обслужили или нам что-то не понравилось, мы, скорее всего, больше не придем в эту сеть или в этот магазин. Поэтому данный закон, ужесточившись, он будет стимулировать продавцов продавать правильные услуги, правильно услуги или, скажем так, на правильных условиях. Соответственно, потребитель, он будет больше предоставлен, ему будет предоставлен больше выбора, альтернативы и, соответственно, прав. Где-то производители говорят, что где-то кабально отсрочка, допустим, непосредственно появились формулировки по товарному виду, да, скажем там, продукции. То есть кто-то говорит, у меня сегодня купят платье, в нем там сходят на торжество и принесут его обратно. Кстати, между прочим, такие случаи в последнее время очень участились. То есть ваши, в принципе, участники рынка, их опасения подтверждаются. Возможно, но все эти вопросы, все эти вопросы можно решать, пожалуйста, в судебном порядке. То есть как бы эти вещи доказуемы, да, то есть носили, не носили. Просто вопрос в том, кто насколько хочет на этом заморачиваться, а кто не хочет на этом заморачиваться. Те, кто знает свои права, они их обязательно защитят. Те, кто своих прав не знает, ну, соответственно, придется как бы. А вот как показывает практика на вашем опыте, как часто производитель, да, в данном случае, ну, продавец, готов судиться с потребителем. Ну, то есть, смотрите, чаще всего недоволен качеством потребитель, понятно, да, вот он пришел. А вот в случае, о которых говорите вы, когда потребитель повел себя не очень корректно, не очень красиво использовал товар, поносил его, вернул в неприглядном виде, да, вот в таких случаях, как часто продавец готов отставить свои права. Продавцы, как правило, свои права никогда не дадут в обиду, если честно, да. А, наоборот. Наоборот. Потому что вы же сами понимаете, то есть, если, например, это говорится о какой-то крупной ритейл-сети или о каком-то ритейл-бренде, они не дадут запятная свою репутацию только потому, что там, скажем, один из потребителей поступил некорректно. Если говорить о розничной торговле, то есть это, скажем, где-то там на базаре, допустим, или там в лавке у дома, то, как правило, продавцы или хозяева, допустим, этих торговых точек, они не идут на конфликт. То есть, как-то вопрос решается в досудебном порядке, по-человечески будем так говорить. То есть, где-то принесут извинения, какие-то там комплименты и так далее, и вопрос на этом решается. К нам зачастую обращались предприниматели с различными вопросами для того, чтобы понять, как реагировать, допустим, на те или иные вещи. То есть, как мы знаем, что до того, как контрольно-кассовые машины не были, скажем так, навязаны нашими властями для пользования предпринимателей на точках общественной торговли, тогда был вопрос. То есть, я купил у него вещь, но у меня нет чека, который по закону, соответственно, является документом, подтверждающим, что я здесь прошла сделка купли-продажи. Но был товарный чек. То есть, любой документ, который выдавался, он, в принципе, являлся доказательством того, что произошла сделка обмена денег на товар. Но зачастую продавцы, например, ссылались, скажем, или на то, что вот в законе написано, что кассовый чек должен был, значит, вы его должны были потребовать. Мы вам дали товарный чек, но нет фискального. Ну, извините, тогда, значит, ваши, скажем так, права остаются не у дел. Сейчас с новым законом это все решается, потому что у нас сейчас уже есть инструкция по тому, чтобы были обеспечены все торговые точки, кто работает с кэшем, должны иметь контроль на кассовые машины. Это обязательно и это правильно. И, соответственно, покупатель, когда приходит, он должен требовать эти документы. Во-первых, он сам лично исполняет гражданскую ответственность о том, что он следит, что его покупка не ушла, скажем, в подполье. Его деньги, часть этих денег поступит в бюджет. И, а второе, то он защищает свои права. Отлично. Вы уже затронули контроль на кассовые машины. У нас этой теме была посвящена отдельная программа. У нас приходили люди из Национальной палаты предпринимателей, из Департамента государственных доходов. И мы обсуждали эту действительно проблему, что, как вы сказали, контроль на кассовые машины нового образца с онлайн-передачей данных навязали предпринимателям. И предприниматели, даже покупая их, зачастую все равно остаются виновными, потому что они, как правило, не работают. Это первая причина. И вторая, почему до сих пор есть те, которые не приобрели данный аппарат, потому что они стоят дорого. Вот ваша ассоциация в этом конфликте интересов, скажем так, какое принимает участие? Мы в этом конфликте интересов не участвуем. Да, к нам приходят за консультациями, мы консультируем, что, ребят, да, вы должны приобретать, у вас есть право по отсрочке, то есть вы должны поставить департамент госдоходов о том, что, допустим, у вас нет сейчас возможности приобрести тот или иной аппарат, но вы его обязуетесь поставить в такой-то определенный срок. У вас должен быть обязательно наличие старого образца контрольной кассовой машины. Здесь момент вот в чем. Проблема ведь не в том, что они не могут себе его купить, а проблема ведь в том, что они боятся его покупать. Да, а почему? Ну, я вам скажу так, потому что, видимо, да, как бы не хотят показывать весь доход. Свои доходы. Да, допустим, не хотят где-то раскрываться, да, то есть проблема ведь на самом деле... Но ведь это же неправильно. Это неправильно. Но и с другой стороны, давайте посмотрим. Вот приходит начинающий частный предприниматель, да, например. Он приходит, если он все делает изначально, документально все правильно, если он изначально все будет собирать, у него на одну бюрократию уходит столько времени и затрат, да. Учитывая очень много коррупционных барьеров, то есть, которые он должен пройти и решить, на него наложится огромная нагрузка денежная. Теперь, чтобы эту денежную нагрузку отбить поскорее, он что должен? Он вынужден делать, ну, скажем так, скрывать некоторые свои доходы. И я сейчас не говорю там какие-то громоверские вещи, я считаю, что это определенно известно многим казахстанцам, да. В тени находится очень много денег в торговом бизнесе. Для того, чтобы их оттуда выводить, нужно сначала разъяснять позицию государства, а не так, что так, ребята, сегодня мы переходим на новый кассовый аппарат. Нужно сначала дать понять, что, ребята, вот как только вы переходите на официальные стандарты отчетности, как только вы переходите на официальное ведение бизнеса, да, вы получаете защиту. То есть, он может страховать свои риски, он может страховать свое имущество, он может пользоваться, скажем так, более широко банковскими услугами и так далее, и так далее. Он может участвовать в каких-то грантах. То есть, нужно с этой точки подавать. Вот мы как раз ассоциации, мы и говорим, когда к нам приходят, мы говорим, какие преимущества вы получаете от того, что вы начинаете работать в светлую. Завтра вам прогнозировать свой бизнес будет легче. Вы просто сможете применять математические или финансовые модели, вы можете посмотреть, как вы вырастете через 5 лет, через 10 лет. А сейчас, когда у вас половина под подушкой, а половина, скажем, в кассе лежит, вы не можете сделать точные расчеты, вы не можете научно, статистически подойти к расчету своих перспектив. Ну, в общем, да, тоже правильно. Еще один информационный тренд, да, я как бы ориентируюсь на то, чем были полны СМИ касательно данной отрасли, это, по-моему, прошлым летом, да, огромное скопление грузов на таможенном посту Харгос. Вот. Что было сделано с тех пор, да, чтобы как бы исключить повторение подобных ситуаций? На самом деле проблема с Харгосом, она не прошлогодняя. Не прошлогодняя, да? Да, то есть проблема эта идет из года в год. Откровенно говоря, приходит управление, допустим, таможенный управление приходит на пост, скажем так, управления Харгосом, что-то начинается двигаться и снова останавливается. Если говорить откровенно, мы в этом видим определенные подводные серые течения, так скажем. То есть, если вы приедете на Харгос, в принципе, создана вся инфраструктура, пожалуйста, заходи торгуй, но никого там нет. А китайская сторона вся заполнена. Вопрос почему? Тогда, значит, этот вопрос, скорее всего, нужно задавать управленцам МЦПС Харгос, да, и непосредственно управленцам КТЖ. Почему так происходит? То есть, где-то же теряется связь, то есть, допустим, проводятся какие-то эксперименты, например, по вывозу определенной там тары или по вывозу определенной массы, по вывозу определенных товаров одной единицы или там не более десяти единиц. То есть, вот эти вещи, которые происходят, они все полностью тормозят торговлю. Торговля это как ручей, да, скажем так. То есть, если даже маленькие капельки будут его подпитывать, тогда это превратится в нормальную полноводную реку. Если, там, скажем так, бревнышки бросать, как бобры, допустим, с одной стороны, с другой стороны, то, соответственно, этот ручей пересохнет и долина не зацветет. Все верно. На вашем официальном сайте в графе сотрудничества указано очень много разных министерств, ведомств, организаций, с которыми вы ведете какое-то сотрудничество, партнерство. Да, вот в чем оно заключается и, ну, какого рода, о какого рода сотрудничестве идет речь? Ну, в первую очередь, это вот сотрудничество у нас по взаимодействию между бизнесом и государством. То есть, мы являемся определенными медиаторами. Где-то мы снижаем накал страстей, потому что, как вы знаете, вот происходят различные эксцессы у нас на предприятиях торговых, да, скажем, ну, как вы знаете, пожары там, допустим, еще что-то. Как правило, люди, находящиеся в отчане, они способны на различные авантюрные вещи. И мы проводим различительную работу о том, что что-то делать нужно, что-то не нужно, в каком порядке стоит доказывать или не доказывать там свою правоту. То есть, если, допустим, касаться вот рынка АДЭМ, допустим, или пожаров от Южно-Казахстанской области, конечно, мы задаемся вопросом, как помочь нашим членам в первую очередь, то есть непосредственно, допустим, владельцам торговых рынков. Потому что на них сразу оказывается колоссальное давление, хотят представить каким-то там ответственностям и так далее, и так далее. Ну, давайте тогда начнем с того, давайте наказывать тех, кто поджигает сначала, да, найдем, кто поджигает, и потом уже будем расставлять как бы все точки над «и». А социальная ответственность наших членов ассоциации, она очень высокая. Поэтому мы где-то инициируем сбор средств своей ассоциации и помогаем тем, кто пострадал от тех или иных форс-мажорных, давайте называть, да, обстоятельств. Вот. Более того, мы очень плотно взаимодействуем с иностранными организациями профессиональными. То есть это те организации, которые, допустим, привносят какие-то позитивные вещи в глобальную торговлю или же, допустим, те ассоциации или организации, которые учат, как правильно подходить к тому или иному бизнесу, к новым направлениям бизнеса. Мы собираем здесь наших наиболее, так сказать, интересных претендентов и отправляем их там на стажировки в различные страны, в Японию, там, в Словакию, в Францию, в США, где они приезжают, смотрят, как на фермах, допустим, в США работают, приезжают сюда, применяют этот опыт здесь. И мы в каждом таком участнике, который вернулся и получил для себя очень много нового, мы видим это плюс. Значит, мы не просто так работаем, значит, есть какая-то отдача для нашего общества. Все верно. Ермек Нуржанович, я хочу поблагодарить вас за участие в нашей сегодняшней программе. Разговор у нас с вами очень интересный, тема глобальная. К сожалению, эфирное время у нас ограничено. И поэтому я буду ждать вас еще раз в нашей студии. Возможно, мы с вами уже поговорим об отдельно созданном Министерстве торговли. Еще раз спасибо за участие, успехов вам, процветания вашему рынку. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.